День Города 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 Такие автомобили можно заметить практически на всех рязанских улицах Работают они, как поясняют в администрации города, на всех дорогах общего пользования В круглосуточном режиме А бригады мехуборки продолжают работы по вывозу грунтовых наносов На улицах Интернациональная и Народный бульвар Подметают улицы тоже по графику Тротуары уже очищены на улицах Черновицкая, Гагарина, Ленина, Новоселов, Почтовый, Радищева, Первомайском проспекте, Тимуровцев, Тимакова, Советской армии И говорят, работы продолжат, как и на площадях и парках Тротуары уже подметены на площади Победы в Верхнем городском парке и Нижнем городском саду В скверах на Соборной и Набережной в парке имени Гагарина А это уже работы по сбору мусора Они прошли на улицах Есенина, Первомайском проспекте, Московском и Михайловском шоссе и других улицах Не обошли стороной скверы и парки Город уже начали озеленять В сквере 26 бакинских комиссаров и улицы Подгорной высаживают липы По улице Березовой выкапывали луньки под посадку кустарника В сквере ЖКХ под посадку деревьев А прошлогоднюю листву и ветки вывезли с улиц Крупской и Станкозаводской Прошли работы и на поселке Остров Там на понтонном мосту поправили трапы и перетяжку понтонов Чтобы жители поселка могли беспрепятственно пройти в город 11 апреля произошло и другое событие Так ожидаемое горожанами Началась подготовка фонтанов к сезону Сейчас идут работы по расконсервации и снятию защитного кожуха Пока что только на площади Ленина Остальные на очереди В Рязанской областной библиотеке имени Горького Сегодня стартовал четвертый молодежно-патриотический форум Наука побеждать Форум собрал активистов со всей страны Включая республики Донбасса В течение трех дней форума, посвященных конкретной исторической личности Молодые люди из разных уголков России Под руководством квалифицированных экспертов Примут участие в разработке патриотических проектов Молодежный форум Наука побеждать Это не просто собрание креативной молодежи Это в первую очередь о сохранении исторической памяти В этом году форум приурочили к году педагога и наставника И 78-й годовщине Великой Победы Формирование патриотического сознания Духовный ориентир развития современного общества Об этом в том числе говорил во вступительной речи Губернатор Павел Малков, обращаясь к юным патриотам Очень важно сохранять историческое наследие России И память о наших героях И вообще уважение к Родине Это то, на чем стоит мир И то, чем очень сильна наша страна Вот здесь на площадке форума рождаются новые интересные идеи Здесь они воплощаются в конкретные проекты Вы сами разрабатываете, потом защищаете эти проекты Надеюсь, потом еще и в жизни их воплощаете И, конечно, лучшие инициативы, которые здесь родятся, нужно масштабировать Мы в этом году готовимся к нескольким юбилейным датам На 180 лет со дня рождения Скобелева 100 лет со дня рождения Уткина И 140-летия со дня рождения Александрова Форум «Наука Побежда» трехдневный И каждый из дней посвящен отдельной исторической личности Первый – прославленному русскому генералу Михаилу Скобелеву Второй – выдающемуся ученому и конструктору Создателю военно-космического щита России Владимиру Уткину Третий – гениальному композитору Автору гимна СССР, а теперь и современной России Александру Александрову А еще юные патриоты из разных уголков России Здесь разработают собственные патриотические проекты Об их важности сегодня говорили с экрана И представители молодежного парламента Донбасса Данный форум направлен на сохранение и расширение знаний Молодежи об исторических событиях И туризмом способствовать формированию патриотического создания нашей страны Самые ответственные юноши и девушки из рук ветеранов Сегодня получили почетные знаки «Юнормейская доблесть» Сам форум продлится до 13 апреля В следующие два дня будут проведены теоретические и практические занятия По проектной деятельности Впереди встреча с участниками специальной военной операции И две экскурсии В Рязанский радиотехнический университет А также в Захаровский район На родину Александра Александрова Спонсор ежедневной информационной программы День города Выставка продажа икра и рыба Камчатская Вкусные и свежие морепродукты К вашему столу Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер» Сотрудники ГИБДД снова вышли в рейд «Тонировка» Направлен он на выявление тех водителей Кто установил на стекла пленки Светопропускание которых не соответствует установленным требованиям С начала года, кстати, нарушителей по этой статье выявлено около 9 тысяч 500 рублей за тонировку Еще 500 на штраф Цена, кстати, для пленки выбрана из среднего сегмента При желании можно обклеить авто за 5 тысяч или даже за 15 Правда, продержится она недолго Если светопропускаемость ниже допустимой Светопропускаемость должна быть не ниже 70% Процентовку, кстати, определяет сотрудник ГИБДД В помощь ему прибор с соответствующим названием «Тоник» И если цифра на экране меньше допустимой Составляют административный материал Данная статья предусматривает наложение административного штрафа В размере 500 рублей Если же водитель не устраняет нарушения на месте То сотрудники госавтоинспекции вручают ему требования об устранении нарушения За невыполнение законных требований сотрудника полиции Законодательством предусмотрено наказание вплоть до административного ареста На срок до 15 суток Бывали, кстати, и такие случаи Когда злостных нарушителей сажали под арест Исправились они или нет Об этом статистика умалчивает А вот другие цифры из нее вполне себе понятны Один такой рейд-тонировка задекларировал 107 нарушений Что еще примечательно На апрель этого года их уже выявлено около 9 тысяч В госавтоинспекции напомнили, что через тонированное стекло автомобиля Ухудшается обзор и для самого водителя Все это повышает риск ДТП Особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости Поэтому сотрудники госавтоинспекции Вновь призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения Все же лучше, говорят они, когда с улучшением погоды И статистика происшествий тоже улучшится Или даже сойдет на нет Футболисты Рязани продолжают выступление во второй лиге российского чемпионата На этот раз в Белгороде Они встречались с местным салютом Главный тренер которого Виктор Новоченко Недавно сам возглавлявший рязанцев И хорошо их знающий Очень внимательно к встрече подготовился Матч в Белгороде Рязанцы решили начать под свою диктовку И после небольшой разведки подопечные Дмитрия Сережкина пошли вперед Салют правила эти принял и стал спокойно искать своих шансов в контратаках На 15 минуте один из самых активных игроков в составе гостей Денис Семин Выскочил на рандеву с голкипером хозяев Но Данила Боков вовремя сократил угол обстрела И удар парировал Но на 29 минуте рязанцы пропустили Затяжная атака красно-черных привела к угловому Розыгрыш которого едва не стал результативным Балаганский в красивом прыжке мяч отбил Но на этом натиск салюта не закончился И уже спустя полминуты они, что называется, с мясом затолкали мяч за линию ворот 1-0 У Рязани достаточное количество скоростных игроков Фланги очень быстрые То есть, если брать в индивидуальном плане, сравнивать У них побольше скоростных игроков И поэтому заранее предупреждали, говорили Идет передача атакующему игроку В него входит тот игрок, который дает передачу И идет дальше развитие атаки Задание было, чтобы поплотнее играли Прием играли Второй тайм рязанцы начали активнее Но снова пропустили контр-выпад И Артем Малахов головой завершил верховую комбинацию точным ударом черпачком 2-0 С каждой последующей минутой поле становилось все более вязким Комбинировать было все тяжелее И это оказалось на руку обороняющимся Больше голов болельщики не увидели Ну, а второй тайм нам надо было отыгрываться Поэтому шли большими силами вперед Старались играть Но поле не давало Нас соперник ловил на контратаках Ну, считай, заслуженно Исполнили эпизоды Было еще несколько моментов То есть второй тайм уже подсели В следующем туре Рязань принимает космос из Долгопрудного Соседа по турнирной таблице Плотность в ней уже стала интригующей Каждое набраное очко Может существенно изменить положение команд На этом у нас все еще больше новостей На нашем сайте 3wgorod62.tv И на наших страничках в соцсетях Всего доброго Встречай Пасху с дальневосточными деликатесами Свежий улов прямо с Камчатки Чавыча, красная икра, белорыбеца С 10 по 16 апреля ТЦ Премьер Редактор субтитров А.Семкин